Курантный и пасхальный перезвон, благовест, покровский, венчальный и воскресный звон. Выпускники и преподаватели Московской школы звонарей и Нижегородской школы колокольного искусства приехали в Саров на седьмой фестиваль колокольных звонов и православных песнопений. Гости собрались из разных уголков Московской и Нижегородской областей. Фестиваль стал яркой визитной карточкой города и неизменно собирает большое количество зрителей. Уже несколько лет подряд мероприятия проходят на территории храма святых царственных страстотерпцев. Нам кажется, что это очень такая локация, хорошая именно для проведения таких мероприятий. И я хочу сказать, что именно такому городу, как наш, духовному центру, очень необходимо именно такого уровня фестиваля, на который приезжают очень известные достаточно звонари. Особенно мы дружны со школы московских звонарей, где руководитель Илья Драздихин – это наш давний друг, и он всячески поддерживает проведение этого фестиваля. На фестивале можно было услышать не только колокольный звон, но и духовные песнопения в исполнении творческих коллективов Сарова. Хора храма Иова Многострадального, ансамбля «Акцент» преподавателей детской музыкальной школы имени Балакирева, народного самодетельного коллектива, камерного хора «Голоса Сарова», Центра культуры и досуга Рфятсмнеев. В этом году проведение фестиваля совпало с большим православным праздником – Днём Святой Троицы. Это придало концерту ещё большую радость и торжественность. Седьмой раз мы уже с вами встречаемся, седьмой раз мы слышим звоны со всей, ну, по крайней мере, Нижегородской области точно. И надеюсь, вот действительно сегодняшние события для нас будут праздником, праздничным подарком в День Святой Троицы и День Святаго Духа нашего с вами, от дому из престольных праздников нашего с вами города. Во время концерта дети могли провести время на игровой площадке. Там православные волонтёры и творческое объединение «Мир» подготовили для них подвижные русские народные игры. Сегодня на фестивале «Колокольный звон». Мы будем играть с детьми в руссконародные игры, в игры, которые играли наши дедушки, бабушки. Будем играть такие игры «Тише едешь, дальше будешь», «Петушок», «Заколдованный замок». Будем играть руссконародную игру «Занька без логова», «Змея». То есть мы будем вот на этой площадке развлекаться, веселиться и знакомить детей с традициями русских народных игр. В завершении концерта всех участников наградили дипломами и памятными подарками. Фестиваль колокольных звонов и православных пестопеней проходит в городе раз в три года. Следующий фестиваль запланирован на 2027 год. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова